всем привет сегодня у нас ролик немножко другого формата это будут не просто партии обычные по общим вызовам это будет турнир который проходит на сайте ческом один раз в месяц в первый вторник месяца и он называется title tuesday это турнир состоящий из 10 туров с контролем времени 3 минуты плюс 2 секунды на партию и принимать в нем участие могут только игроки имеющие звание фиде то есть кандидат мастера фиде и выше вот как мы видим в турнир записалось очень много гроссмейстеров пока что еще есть минутка до начала я продиктую основных фаворитов этого турнира polish fighter это янг шиштоф дуда также даниэль народицкий фируза аллереза евгений томашевский также играет очень сильный российский гроссмейстер дмитрий андрейкин алексей сарана парень григорий ну и множество других гроссмейстеров санан сюгиров тут также матья с глюбаум то есть состав очень плотный собирается и могу сказать что в этом турнире мой лучший результат это шесть с половиной очков из десяти больше не набирал никогда но постараюсь хотя бы не сыграть в минус в этом турнире и вот первый тур у нас уже начался играю с национальным мастером из сша с рейтингом чуть больше 2 300 защита каракан у нас повторяю что сегодня 10 туров то есть запись будет достаточно долгая больше двух часов будем играть время сейчас уже позднее так что в первую очередь постараюсь не уснуть конечно такой вот у нас вариант каракана сознательным сдвоением пешек у белых но это не отменяет того что вариант достаточно опасный все равно для черных здесь играю b5 с целью не дать сыграть c4 и также это поле прибрать к рукам так сказать что потом коня перебазировать на c4 есть также план где-то пешку опять до 4 например довести играем с добавкой так что флаг будет срубить тяжело на боем соперникам ну и в том числе можно подумать подольше поискать какие-то планы и зевков соответственно будет меньше в этих партиях также 4 агрессивный соперник раскрывает короля собственного ну если возьмёт и конечно беру пешка h так король же 2 король же 2 на 1 идея где-то ладью на h1 поставить я думаю так что же тут делал то наверно слон е7 не будет ошибкой в этой ситуации а дальше по возможности уже перетащить коня на c4 по такому маршруту заодно слон е7 ход не дает белым сыграть h4 сразу возможно в последующем этот ход все таки будет даже сейчас соперника h4 сыграет но я дождусь пока пешка дойдет до h5 и только после этого разменяюсь поэтому наверное сейчас уже могу сыграть c5 подрыв центра дожидаюсь хода h5 а дальше уже действуем по ситуации нет соперник решает все таки пробить на g6 не очевидное на мой взгляд решение и теперь только h5 вот так вот он смело лезет вперед ну наверно пробить здесь могу один раз по крайней мере и на ладья бьет h5 возьму ладью также подмечу что в этих турнирах я очень часто начинаю с поражения наверное где-то из 10 сыгранных турниров 8 или 7 раз я именно начинал с нуля и поэтому не попадал во вторых третьих турах на каких-то там топ гроссмейстеров но также хочу отметить что почти в каждом турнире я выигрывал хотя бы одного гроссмейстера вот например в прошлом турнире который я также записывал украдывал ролик победил армянского гроссмейстер 1 и также там у меня была партия с гата крамским но там шансов у меня особых не было то есть партия была проведена достаточно четко со стороны известного гроссмейстера и просто раздобил меня там защите каракан белым цветом так слон g5 играет соперник ну видимо мешает мне просто сделать аркировку ценой жертву пешки на c3 вопрос нужно ли мне и вообще брать если я заберу получу слон е7 останусь без аркировки наверно даже это не самое страшное может быть страшнее будет ход ладья b3 но попробую во всяком случае мне кстати перевес по времени достаточно ощутимый король е7 на вид партия складывается достаточно удачно так ферзь c1 вкратчивый хитрый ход хочет попасть на g5 соперник можно попробовать сыграть f6 давайте попробуем кстати в профилактическом стиле сыграю ну и быстрее нужно ладью на линию аж конечно перетаскивать без этого никуда в принципе это возможно на ход h6 я мог бы взять и потом пойти ладья живусь соперник играет ферзь f4 жертвует вторую пешку на c2 ну наверное и здесь я погонюсь за материалом ничего на первый взгляд не вижу такого опасного но ладья c1 сыграю ферзь е4 предложу сопернику размен так ладья е1 более настырный ход конечно наверно уже ладью могу переводить на линию аж с идеей просто забрать пешку h5 так шахом забирает здесь били пешкой кстати ферзь g4 очень неприятно на самом деле там и ферзь g7 будет грозить и ферзь е6 возможно что здесь я упустил пока что не вижу нормальной защиты на ход ферзь g4 но соперник бьет на c5 хочет другой стороны пойти ферзь d6 может быть здесь е5 вообще собрать там конь бьет е5 ферзь c5 возможно или ладья g8 сделать профилактический ход потом взять на c5 давайте таким образом сделаю и потом побью эту пешку чтобы не было как раз ферзь g4 по пешкам плюс 2 но у него проходная аж конечно опасно и цит нот у него очень сильный так отходит а вот здесь вот наверное ферзь c4 сыграю потоньше хочу перейти в эншпиль вот такой мне кажется он будет неплохой для меня на c6 конь c5 и потихоньку попробую отъесть либо одну либо вторую пешку здесь на ладья b1 уже король d6 имею ход в своем наличии так c7 отдает уже замечательно пошел за второй пешкой думаю это позиция должна быть выиграна причем не трудно е5 очень мощный центр куча лишних пешек на доске соперник ускорился но видимо поздно реализация достаточно простая здесь просто иду ферзи ну да сдался соперник мне кажется достаточно четко проведена партия удалось начать с победы наконец-то так возвращаемся в турнир сколько партий у нас здесь сыграно почему-то не обновляется таблица сейчас обновлена и можно посмотреть с еще не завершившимися партиями вот например янг шиштов дуда известный польский гроссмейстер скорее всего самый сильный сейчас больше на данный момент но и он стоит с перевесом конечно две фигуры здесь будут явно сильнее чем для ладьи соперника да кстати как вы видели по прошлом записям у меня рейтинг был 2 500 с копейками сейчас я его немножко поднял он мне уже 2 600 с лишним к этому турниру я с таким рейтингом подошел ну и постараюсь его сильно не спустить хотя бы первую очередь на каких-то там призовых местах я не думаю потому что состав мощнейший этих турнирах собирается и моя задача просто с каждым разом вставать в плюс то есть из 10 набирать шков пять с половиной шесть если удастся набрать больше это уже можно считать большим успехом не закончилось играть с анонсюбиров смотрите его партию как раз мистером из кубы не так помню но он выиграл здесь мы ждем следующего тура давайте посмотрим как играет михаил лушенков это мой земляк он уже выиграл кстати достаточно уверенно кирилл алексеенко играет белым цветом тут скорее всего будет ничья даже если потеряют белый пешку на d4 все равно ничья может быть даже белый здесь хотят выиграть на самом деле и они выигрывают как ни странно да удивительный зимок причем время было достаточно целых 15 секунд куда торопились черные совершенно непонятно вот так вот некоторые партии заканчиваются комично так осталось всего четыре партии тем не кого посмотреть ну вот гроссмейстер из испании играет причем что удивительным у гроссмейстера рейтинг меньше чем 2400 а у международного мастера до 800 с лишним то есть явный фафорит в этой встрече как раз международный мастер из израилья с логином шрек давид но надо отдать доложное все таки преимущество здесь у гроссмейстера пешки fh очень грозно и трудно их остановить но в разнопольниках на самом деле всякое бывает может быть здесь как-то он и тормознет их путем король d7 король e6 например ну задумался что-то загнал себя в жуткий цвет нот израиль тянем и получает красивый ладей e5 сейчас выгоняется король f7 партия заканчивается ну да просрочил время шахматист играющий черными так и у нас наверное уже партий нет все сыграли нужно обновить результаты нет одна еще есть сильный мастер фиде с рейтингом 2700 из великобритании проигрывает человеку из мадагаскара международный мастер выбрал так ну а мы ждем жеребьевки сейчас возможно дадут гроссмейстера так и есть и это у нас аман амблентон насколько я помню не просто гроссмейстер но еще и комментатор соединенных штатов со второго тура достался нам гроссмейстер это здорово будем бороться второй ход первый ход d6 делает и скорее всего у нас все перейдет в староиндийскую защиту нет все таки слон f5 это украинский вариант называется и здесь есть такой ход как конь g5 с идеей е4 провести разные тут могут быть ходы и слон g7 и h6 и c6 посмотрим на каком ходе остановится соперник он выбирает h6 ход здесь играю е4 ничего не боясь здесь вот либо f3 либо конь f3 как лучше здесь действовать ну на f3 соперник отойдет слоном на c8 и мой конь в подвисшем состоянии находится поэтому я наступлю коню думаю что ничего страшного здесь нет слон e2 теперь ну и второй слон скорее всего на e3 пойдет так e5 ну наверно d5 чем бить кстати хороший вопрос на самом деле иногда бьют и пешкой ну ладно не хочу раньше времени портить пешеную структуру слон e3 возможно слон g7 очень часто на d4 пешка жертвуется кто не знает в таких староиндийских построениях потому что чернопольный слон будет без оппонента у черных и очень хорошо стрелять по диагонали a1 h8 поэтому не думаю что мне будет выгодно выигрывать эту пешку но скорее всего на слон g7 я сделаю рокировку или сыграя ферста 2 возможно ход c5 тут еще соперник забирает на f3 в принципе приятный думаю для меня ход нет назойлива коня на d4 и теперь я смогу проводить свои планы связанные с b4 и c5 все таки наверное сделаю короткую рокировку думаю что план с c5 здесь будет более уместным можно будет кстати сразу так сыграть я думаю почему бы нет c5 готовлю дальше ладья с f на d1 ход ладья с a на c1 сдвоение по линиям c и d не то что сдвоение просто активизация ладей думаю что моя позиция здесь с перевесом объектива я преуспел в развитии и я начинаю на атаку соперник с f5 запаздывает и кстати мне это будет вовсе не страшно на самом деле играю ладья с f на d1 соперник может здесь снова сыграть коня f4 сбрасывая пешку кстати но брать ее как-то не хочется опять же есть ход f5 на f5 наверное ели по стандарту и на ладья f5 ну можно сыграть fg4 потом конь e4 поставить такого блокадного коня думаю что стратегически неплохо я здесь стою ладья с а на c1 тоже логичный ход ну и после этого где-то конь на b5 у меня должен идти так f5 приступает к активности соперник думаю что здесь нужно бить и играет наверное ферзь g4 ферзь е4 есть ход но там под конь f6 то эти ферзь g4 ну кстати конь f4 на самом деле тоже неприятно там ладья g5 в голову запустит но после конь e4 я ее предупреждаю вроде как с другой стороны будет ход h5 куда девать ферзи там конь e2 угроза не годится кстати совсем не годится а куда играть вообще вопрос пока что не понимаю как бороться с ходом ладья g5 может быть переоцениваю все свои перспективы слон f4 но как-то такого слона отдавать не хочется совсем держать полностью g2 пытаться g3 h5 в общем может быть ход опять никуда отходить да как-то все неожиданно получилось не слишком хорошо но надо бить другого варианта не вижу много потратил время на обдумывание всех этих дел и получаю уже наверно позицию без какого-либо перевеса где-то было упущение наверно подряд один-два хода сделал неточных и позиция уже в пользу черных разворачивается так вот четко гросс месяца пользуется моими неточностями и ладей f4 и еф я думаю оба хода годятся но еф как-то получше выглядит все-таки слона g7 принято открывать соперник бьет ладьей что-то мне кажется это не сильнейшее решение будем потом проверять на все я бы побил здесь пешкой чтобы слон активизировался а здесь у меня есть еще какой-то шанс поставить блокадного коня е4 так 11 секунд есть кстати шансы загнать соперника в цепнот и пытаться где-то подкрутить обострить позицию конь е4 так f3 есть ли смысл мне кажется особо нет можно пытаться сыграть c6 и потом давить на c7 но давайте наверное так и сыграем c6 бью ладьей и потом f3 наверное не бьет соперник интересно так вот тогда бью сам b3 играю тоже чуть быстрее чтобы он не успел свои планы построить на эту позицию он делает крепкие надежные ходы но я хочу разменять ферзей на самом деле это мне будет очень выгодно здесь f3 пока что ну и допустим ферзем на c4 вот сюда так побил соперник бью бью еще раз так король пошел вот это совсем интересно почему он не побил а ну там конь f6 был ход теперь понятно я сам этого кстати не видел аж 3 лишний пешка на доске перевести коня попробовать так очень все приятно тут у меня но надо пытаться эту позицию не запороть построить построить какие то угрозы так сейчас сам цепно попаду коль же 3 так слон же 5 интересно если взял и может быть конь f5 все таки залез на ран конь f5 залазим здесь бью ладью так h5 ну h5 мне не должно быть страшно так a4 g3 так соперник в цепноте играет четко нужно признать поставить блокады различного рода перевожу ладью теперь так е4 тычок ух куда он стремится давайте ладья h4 так король f3 теперь садил ладья h5 ага вот куда он полез ну кстати классная идея шах еще раз шах так соперник не хочет ничего это интересно может быть и правильно вот слон здесь будет уже сильнее наверное я упускаю перевес постепенно нужно быстро вести свою пешку так конь е7 допустим так что же делать здесь дальше ну привязался допустим так король f6 еще находится удивительно неужели ничего есть не могу сделать так конь же 8 цвет нот жуткий все разбазарил даже шах не могу дать уже да разбазарил позицию просто ужасно конечно же стоял выграно но и время было больше ну теперь уж что об этом говорить доигрываю просто партию шансов здесь у меня нет ну кстати вот здесь еще привязался к пешке а3 может быть и будут шансы все таки на ничью какие то тем более у него цвет нот не даю так а вот здесь вот уже у меня большие шансы на самом деле на спасение это должна быть ничья позиция филидора соперник в свою очередь тоже упустил просто стою тут держу вот эту вот позицию теоретическую кстати получительный эншпиль для тех кто не знает эта стойка называется позиция филидора благодаря которой я могу сделать ничью в этом ладейнике просто держа ладью на третьем ряду и соперник ничего здесь делать не может то есть как только пешка двинется я сразу пойду ладей в тыл конечно нужно проявить аккуратность какие то мелкие угрозы отбивать параллельно ну так что у нас здесь он пролез что ли не пойму не должен он тут пролазить выгоняю короля и отсекаю его еще здесь кстати хорошо подкручивает соперник какие то практические шансы используют выиграть эту позицию так но здесь я уже вечный шаг просто даю без каких либо шансов убежать и спасаю таким образом пол очка отсек короля еще дополнительно чтобы уж точно сделать ничью предлагаю ничью сопернику естественно ну и здесь мы доиграемся до пата сейчас ну это уже детский сад на самом деле так играть не знаю зачем гроссмейстер это делает с учетом того что еще стоял проигранный большую часть партии он пытается тут какой то ерундой заняться ничья в итоге да жалко конечно я спасся в конце но все равно за эту партию больше обидно на самом деле потому что просто было две лишних пешки огромное преимущество по времени но вот и реализация меня подводит собственно поэтому он гроссмейстер а я нет вот и вся разница но радует то что удалось в какой то момент его переиграть в том числе в дебюте в нитейшпиле играть достаточно быстро эту партию так полтора из двух в принципе неплохое начало ничья с гроссмейстером идем дальше на партии всего осталось гроссмейстер луговской Максим играет приблизительно такую же позицию как у меня сейчас только с крайней пешкой тут конечно все еще проще для защищающейся стороны защищающейся стороны защищающейся стороны ну тоже идет какая то возня не знаю как эту позицию можно играть на победу зачем тратить время и силы когда еще впереди 8 тур для меня это всегда было загадкой на самом деле зачем люди это делают вот это то зачем играть вообще объясните интересно просто посмотреть что пишут люди в комментариях ну да пишут что правило 50 ходов правило 50 ходов после чего компьютер сам зафиксирует ничью и не будут они тут всем нам морочить голову этими движениями ладьи ну да согласен вот с этим товарищем на самом деле потому что ну это полный бред вообще такими вещами заниматься неужели им самим это не противно причем даже никто из них ничего не предлагает ну кстати в каждом туре находятся подобные клоуны кто такие позиции гоняет прям до потери сознания до позеленения из-за этого турнир затягивает соответственно мы играем там не 2 часа допустим а 2.40 вот из-за таких ребят ну кто-то снизошел до того чтобы предложить ничью ну другое видимо пока что еще не понял ну понятно недовольство наблюдатели по-разному реагируют на этот счет ну точнее одинаково просто по-разному интерпретируя пишут отлично защищается гроссмейстер играя черными действительно тяжелую позицию спасает единственными ходами ну да наконец-то это чушь закончилась и мы ждем следующего тура не исключено что снова будет сейчас сильный шахматист да рейтинг достаточно приличный 2.500 с лишним мастер фиде из испании защита каракан снова и снова тот же вариант кстати говоря два раза подряд один и тот же вариант в защите каракан правда здесь не d4 а конь e2 все таки есть определенная разница не будет сдвоенных пешек соперник пытается отловить коня кстати не лучший ход сразу играет c5 все таки конь g3 был бы сильнее на его месте мой конь здесь никогда не поймается всегда есть отступ на g5 у меня даже подобная партия в классику была она прям по тому же сценарию развивалась и я ее успешно довел до победы просто потому что преимущество в центре было очень большим но могу сейчас взять могу сыграть сначала конь c6 думаю то и то будет неплохо собираю конь c6 и на dc планирую взять конь пожертвую пешку на d5 думаю это будет нормально там слон e3 правда неприятно стоит посчитать ну там наверное конь на e5 то у меня побьет почему бы не взять может быть это ловушка какая то я не вижу не знаю ферзь d5 конь d3 d2 xb2 но выиграть должен не вижу пока что что заготовил соперник может быть ход конь f4 но там опять же конь d3 мне кажется слишком сильно он хочет выиграть фигуру и просто получает позицию под проигранность дебюта так по ощущениям грозит конь d3 как спасаться уже без пешки никакого развития что на доске вообще конь d3 ну ферзь d3 понятно нельзя есть ход конь d3 ферзь e3 нормально слон e3 точнее конь d3 и слон d3 ферзь e3 ну тоже должно быть нормально почему нет собственно а король e2 есть ход а король e2 был конь f4 думал зевал все в порядке так могу просто разменяться остаться с лишней пешкой но что может быть прекрасней получить такую позицию ну и теперь нужно как то грамотно ее реализовывать построить план слона слона видимо d6 тащим так он хочет где то наверное разменять слонов оставить разнопольников я так понял ну ладно слон d7 а допустим а6 здесь так аж 5 кстати неприятная задвижка может быть не самому надо было так собрать ну ладятся 8 пока что проблем не вижу слона можно и на f4 поставить кстати кстати не знаю рокировка или король e7 вообще так по науке король в центре должен быть конечно все таки позицию открыть не получается все таки два слона она должна быть открытой по логике вещей ну ладно ладе d8 на коне 5 король f8 отхожу это не страшно слон g5 на f4 слон f6 ну где то надо b5 b4 надвигать постепенно это должно быть моим планом могу сыграть сразу слон f6 хуже от этого точно не станет не знаю вот переходить владельник или нет в таких позициях это тоже вопрос но он хочет меня загнать в цитнот это понятно b5 кстати он близок к тому чтобы загнать меня в цитнот угу ну вот дается опять ну да с реализацией конечно проблемы похоже у меня в этом турнире не только в этом что не могу найти планы вообще как это все оформлять перевести куда то слона отсюда который мне мешается уже давно c8 попробовать d4 может ругануть так еще и до поражения доиграю с такими маневрами глупыми так вообще ладьей 6 не зеваю в случае мне этот слон d4 находится пока не вижу что делать абсолютно да слона назад возвращать играть ладьей b8 и a5 что ли ну давайте пробовать давайте пробовать просто съедает он у меня время здесь так ладьей 6 страшно нет вперед тогда пробил все таки интересно он хочет качество похоже отдать так а если я здесь бью он бьет я бью он съедает король d6 например и я похоже ловлю коня кстати говоря коня а6 ладья b6 без коня по виду или там а4 будет или не там что ли находится похоже что находится ладно бью тогда здесь бью здесь обязательно b4 если что бью ладьей ну должно быть выигранно конечно в чем речь b3 cd и ладья c2 залезть еще так здесь он не дает ну что все равно ладья b4 у нас он b5 ладья e6 имеет ход в своем активе правда у меня там ладья заострянет боюсь почему то он играет по другому съел тут еще раз съел да что ты будешь делать какое вообще возможно здесь зиму да чушь просто теперь я совсем не уверен что я выиграю эту позицию я конечно останусь тут сейчас с лишней пешкой такой кривой потому что он шахи постоянно будет объявлять не объявляет кстати ну просто короля должен прятать на g2 так и делает не ну все равно должно быть выграно на самом деле даже тут даже с такими мейными косяками это должно быть выграно так так сюда сюда ладья c1 ладья c1 ладья d1 ну должно быть нормально приближаюсь к заветной точке ладью ставлю на f1 наверное так здесь уже техника то меня может и подвести и так b2 шахи дает был на d4 конечно точнее гораздо с другой стороны он мне помог все равно но если заберет выграно будет не забрал Так как здесь точнее Сюда Не, ну должно быть это выиграно, конечно Я не верю, что такие позиции держатся Просто передаю очередь хода Да С огромным трудом, похоже, все-таки выигрываю эту партию Да, до такого доиграться просто И реализация на высоте, что называется Так, ну 2,5 из 3, наверное, такого у меня начала еще в принципе ни разу не было Это здорово Этому я очень рад Сейчас точно дадут кроссмейстеру Я почти уверен в этом Так, а у нас тут по 3 из 3 Евгений Томашевский Андрейкин Феруджа Эндрю Танк Тигран Петросян Гроссмейстер С Логином Хостем Дрэдч Алекс Трепишко Микей Леонарман, кстати, гроссмейстер, которого я в прошлом турнире обыграл Даниил Юффа, также 3 из 3 идет Мой ровесник, с которым мы не раз играли на чемпионатах России Павел Ильянов играет, кстати, в турнире Топ гроссмейстера, я считаю Тоже 3 из 3 Сергей Азаров Матиас Блюбал Ори Коба 2,5 из 3, возможно, с ними сейчас сыграю Или, например, Александр Моисеенко Тоже известный гроссмейстер 2,5 идет опарин Наскаленко Где-то тут я неподалеку В общем, турнир проходит достаточно интересно Еще, наверное, какие-то партии играются Даже много партий Ну, давайте посмотрим Кого нам посмотреть Ну вот Владимир Белоус Сколько я понимаю Играет с Кириллом Алексеем Тут 2 ладьи, но Ферст тут должен быть сильнее, конечно Куча пешек идет Вряд ли тут белые спасутся Ну, пешки постепенно продвигаются Даже сейчас, в принципе, черные имеют право отдать ферзя за одну ладью И пешки БА проскочат Очевидно, здесь белые сейчас сдадутся Второй ферст на доске появляется Ну да Технично Играет Игрок с Слогином OpenEGAMI И выигрывает эту партию Так Идем дальше Кто у нас тут еще остался В этом туре Санат Сюгиров Отлично Последняя партия Так Ну вот это уже не возня Как ладья против ладьи Тоже что-то поинтереснее Здесь действительно может быть какой-то результат Это, скорее всего, тоже ничья Потому что конь СФ8 не выкуривается И то же самое можно сказать о коне белых Что-то обоюдное приставание к коню идет Ничья, да, соперники Повели себя так, как нужно И стали друг другу Капать на мозг И согласились на ничьи Так, Александр Москаленко Очередной гроссмейстер Это здорово Из четырех туров уже два гроссмейстера было Так И Будем смотреть, что он мне предложит Дает фуру 15 секунд И делает ход Д4 Д5 Лондонская система Так, конь Ф3 И конь Д2 Сейчас будет ход Ну давайте, в принципе, сыграть Ферзь Б6 Смотрю, как меня там сейчас Поддубасит В варианте сладя Б1 Слон Б5 Е6 Давайте посмотрим, как я здесь буду сейчас получать Ну поскольку просто не очень хорошо На самом деле, я знаю порядок точных ходов А тут он должен быть точным Иначе просто я где-то не успею рокернуться Разбазаю Ферзь и фланг Или мой Ферзь заблудится То есть вариантов тут много Как я могу проиграть эту партию Слон Е7 Знаю только, что пешку сразу на Ц5 забирать нельзя Пока что Нужно Короля вовремя ввести Вот конь Е5 Есть такой ход Да, здесь уже, наверное, слон Д7 Играю слон Д7 По пешкам поровну сейчас Вроде пока что не проиграю Так, конь Д3 защищает на Ц5 Брать не могу из-за Влади Б3 Что я вообще тут могу Он хочет после конь Б3 уже, наверное, отловить моего Ферзя Может быть, пора уже сматываться Как вы думаете Не то, что нападаю на пешку А2, конечно Эта пешка отравлена Просто хочу Ферзя на Д8 вернуть Наверное, хуже стоит Мне кажется, сейчас где-то подрыв в Ц4 И потихонечку начнет он долбить по центру Слон Д6 Есть и такой Да, пешка будет неприятной занозой для меня А размениваться, наверное, должен Да, там мощная позиция возникает Очень мощная Владея Е8 все-таки сдерживать Не давать ему так просто Выиграть меня Попытаюсь сдержать как-то Это напряжение Кстати, Александр Москаленко очень сильный гроссмейстер Он выигрывал этот тайтл Я помню один раз Так что, блицор Он Очень-очень приличный Будет взять пешка Е Потому что неохота коня пускать на Д6 Может быть, запустить Ничего страшного Конь Д5, конь С4, Ферзь С7 Конь Д6 Там, кстати, нет хода конь Д6 Сразу Просто неохота оставлять изолятор Может быть, ничего страшного у него не будет В этом изоляторе, но Да нет, давайте возьму пешка Просто хочу сыграть Ферзь С7, чтобы никто сюда не лез никогда Он отблокирует, да, но у меня поле Е4 есть Сразу завязываю А, нет, какой? Ферзя назад Теперь конь Е4 в таком порядке Ну, вроде как, ничего Держусь Так, здесь Форточка Полезно ли это мне будет? Он хочет конь Женю Конь Ф5, да? Возможно, что и хочет Можно попробовать Ферзь Д10 пойти Хотя Зачем? Может, ладью подвести или Аш5 И ладья С8 Может быть, так Хотя ладья С8 глупый же ход Сейчас конь Ф5, конь Д6 темп Глупость совершу Нет, он не играет Может, слон Д7 здесь уже? Отвел, допустим, с идеей конь БЦ5 побить Защищает Уже 6, к примеру Не хочу пускать коня на Ф5 Сюда Времени на минуту меньше Ну, предположим Х5 Х3 Играет быстро и четко соперник Делает такие полезные ходы Попытаюсь играть как-то примерно так же Где Д7 Просто встал таким Рачком, что называется Ну, побил уже Может быть, Д4 рвануть Ферзь С6 Еще уплотнится Ну да, пешка Б7 держится Пешка Д5 тоже держится Может быть, даже Д4 Вот, сорву блокаду Нет, не дает ее сорвать соперник Играет грамотно Ну, тогда Владиа С7 Все в 6 Наверное, как Ф2 привязался Может быть, Аж4 еще Устанавливаю такую Фиксацию здесь Захват пространства Может быть, какой-то статический фактор Это будет для меня важный Может быть, Б6 еще в какой-то момент сыграю Вызовут С6, правда Не знаю, в чью эту пользу здесь Может быть, и в мою там где-то Конь С5 будет Но пока что Аж4 готовлю Мне нужно играть достаточно быстро тут Рассусоливать мне времени нет абсолютно Так, а он лезет уже Может быть, боится Б6 хода Или сам хочет Ладно, Аж4 Тоже давление создает здесь определенное Мне нужно искать какие-то перестройки на пешку С Ну, сюда покажите Жду тоже Пусть соперник сам ищет шанс Так, не зевает ли он, например, сюда Взял Так, а если еще раз взял Предположим Хочу Ферсия 1 выиграть ладью Шах У меня лишняя пешка на доске Так, Ферсия 5 Хочу размены Может быть, получится усилиться где-то еще Так, мне это дело нравится уже больше Б6 пока защитил Правда, времени мало совсем Думаю, есть смысл такой предложить ничью Соперник, естественно, откажется И может где-то резко Пойти на победу Провокация такая с моей стороны Конь Е6 Вынудить размен Кстати, может быть Мне же это выгодно Правильно? У меня две пешки на фланге Уклониться он не может А, ну так уклоняется Если еще нагрузить ладья Д7 К примеру Потом Ферсия 8 Ладно, побил Не буду мудрить Ферсия 1 Пешка Ж5 слаба К сожалению, будет проиграна она Да, к большому сожалению Вынужден играть Ферсия на Ф5 Да, жалко Важно, пешку отдал Все поровну Теперь у меня еще король слаб На Ф4 Ферсия в 6 планирую Вот если я поменяю Ферзей Все, будет все шикарно Эту партию я как минимум не проиграю Но этого еще нужно добиться Веду пока пешки Параллельно еще хочу разменяться Сперник не хочет Еще и отблокировал меня Очень хорошо Так, хочу ладья на Д5 Ферзи у меня тоже будет выгоден Я думаю Так, здесь не дает Ладно, ушел Попался все-таки Ай-яй-яй Секунды совсем нету на часах Ладья Б5 какой-то нашел ход Сюда Пешку отдал Да В цепноте проседаю Зачем он ее отдал Спасибо, Александр Очень важная пешечка Да, что-то это мне напоминает партию С кроссмейстером Амблинтоном Во втором туре Тоже ставил хорошо И не реализовываю С другой стороны В дебюте, может быть, и плохо стоял Так, ну я думаю Здесь предлагаю ничью Может быть, он откажется Но это ничья Должна быть Как мне тут лучше стойку-то поставить Молодец, я 4 Ф6 даже, допустим В такую стоечку Перейду Ну, видно, будет еще долго пытаться Эту позицию Как-то усилить Кроссмейстер Но думаю, что здесь я Уже не промахнусь Даже если я отдам пешку Допустим, у него останется одна пешка И я отдам свою одну Вот эту вот же Это будет ничья Пока что просто отрезал Готов действительно отдать эту пешку Она мне не нужна абсолютно Он еще не берет Предлагаю ничью параллельно Смысла тут играть я не вижу Думаю, что здесь Тоже он согласится Ничью, да Интересная партия Ну и рад, что Не проиграл Второму Гроссмейстеру Уже в этом турнире Иду три из четырех Иду хорошо И у нас Даниил Юфа На первом месте Четыре из четырех Также Евгений Томашевский Что очень приятно Так как Он так же, как и я Из Саратова И мы с ним знакомы Хочется, чтобы он этот турнир Провел успешно Ну, кстати, партия Мне кажется, достаточно качественная В принципе Нету каких-то Грубых зевков Но за исключением Цепноты И вот реализации С реализацией, да Проблемы А так вроде бы и ничего Тем более соперники Хорошие Так, кто еще тут у нас В лидерах Мишаник Три с половиной из четырех Алексей Сарана Куличик Это Михаил Демидов Международный мастер Но Играет в силу Гроссмейстера Очевидно А по три из четырех У нас тут полно народу Включая меня И попасться мне может кто угодно Абсолютно Как национальный мастер Так и Игросмейстер Мотив с Блюбалом Ну, конечно, хочется поиграть Игросмейстерами Для этого, собственно, я здесь Играю Записываю ролики Сейчас будет пятый тур Сыграем только половину Кажется, что уже играем Очень долго На самом деле Вот по три плюс две То есть, поскольку контроль С добавкой Партии могут действительно Такими вещами заканчиваться Где король в безопасном углу Соответственно, это ничья Но соперник пытается Эту партию Все равно выиграть Марков Михаил играет черными Пытается где-то обмануть Соперника Из Германии Но поскольку король в безопасном углу Это ничья Есть там, по-моему, одна позиция Где Черные выигрывают То есть сильнейшая сторона При ладье Но я ее, честно говоря Я точно не помню Так Играю с международным мастером С этим Индийским шахматистом Я уже встречался В обычных партиях Насколько я помню Его фамилия Раунг Международный мастер 2005 года рождения Юный шахматист И у нас катал На доске Каталон с ДЦ Слон Д7 Конь Е5 Так Здесь Сколько я помню Можно бить Играть Е3 Далее идет Рокировка, наверное Или сначала Ферзь Е2 Честно говоря Забыл Ферзь Е2 Так Три нуля Интересно Но я-то еще не сделал Ферзь Е5 Может быть могу какую-то атаку создать Ладно, пока что взял на С4 На Е5 Все равно Два нуля бы сделал Конь С3 Ну, такая типичная Каталонская позиция В этом варианте у нас получается Соперник двигает H5 Это стандартный план Мне, с удовольствием, где-то нужно B4 играть Без подготовки Наверное, здесь уже не успеваю Попробуем H4 Не уверен в этом ходе Может быть поменяться Подсушить Все-таки, скорее всего Соперник Тактический шахматист Судя по дебютному Репертуару И так вот Насколько я с ним играл В прошлых партиях Могу это утверждать Куда теперь отойти Ферзю? Наверное, на D3 Слон D2 И может быть уже длинная рокировка При односторонних поиграю Буду отталкиваться От стиля игры соперника Готов к размену Наверное И в 3-0 выйду Нигде я там не мог Слон H3 Случим сыграть Выиграть Ферзя Наверное, нет Длинная рокировка На слон D2 Бью ладьей Так, конь на А5 Пошел Ну, теперь ладь С2 Играю плотненько На конь С4 Вообще Б3 могу его выиграть Или даже Ходом Б3 Не пустить его Тоже как вариант Чтоб вообще сюда Конь не лазил Вынужден был идти назад Мне кажется Неплохая позиция Б3 Так, будет Ферзь А4 Ферзь А3 Кстати, наверное, не очень приятно А есть ли тут ход Слон Д5 Слон Д5 Конь Е3 Взяли Но там какие-то Ничейные тенденции Начинаются Есть ход Ферзь Центр Еще Там ладья подключится Может все-таки Побить Слон Д5 Конь Б2 Еще такое есть Ну давайте попробуем Слон Д5 Все-таки Вроде нигде не зевает Конь Е3 Так, конь Е3 Можно сыграть Вадь Юй на Е1 даже Взятие последует Взятие А там изолятор Неохота с изолятором Давайте вэшк Ну, кстати Похожий на ничью На самом деле Здесь Эншпиль Посмотрим Ладей Ф1 В6 Можно подтянуть Короля, наверное В центр Все-таки это Хорошая метода Для Эншпиля Потом где-то Е4 Ладей Ф4 Еще можно пойти Ну, думаю Что неплохие шансы Здесь На что-то В первую очередь Не проиграть Впендаж Позиция С перевесом Кстати Так Хорошее переключение Ладей на Ж4 Но Что она там будет делать Тоже вопрос Полезна ли она там Для него Ну, допущу Ладно Допущу туда ладью И пойду Наверное Е4 Е4 Пойду Да Может Ладя Ц5 Еще сыграть Ладя Ж2 С идеей Ладей Ф4 Кстати Тоже вариант Ну да Можно попробовать Смотрится вроде Неплохо Ладей Ф4 Следующим ходом Как он будет этому мешать Ж5 у него хода нет Есть С5 Но там тоже Ладей Ф4 Кстати На С5 Король С4 Вообще Есть Ход С6 Укрепляется Ну Ладей Ф4 Теперь Так Ладья ушла Может быть Здесь Ж4 Правда Пешку Привяжу Сам себе Изгнал Я ладью Оттуда Ну Что дальше Времени Много А3 Ладно Сделаю Такой ход Который Может быть Плохим Переведу Короля на Ф3 И тогда Уже Ж4 Будет Смотреться Более Разумно Кстати Можно Отстегнуть Короля От Ферзевого Фланга Таким Образом Сыграть Б4 Так Забрать Не забрать Время Нет Понятно Забрал На ход Б5 Есть Ладья На С2 Ход Или там Ф5 Нет На Ф5 Ладья И5 Нормально Все Вроде Здесь Хорошо Должно Ладья На Отшибе Вот это Мне Изначально Не нравилась Эта Идея За него Ладья В4 Шестоп Ладья В5 Так Активизировался Его король Снова Пришел На тот Фланг Ладья В3 Ладья А5 Может Е4 В конце Концов Не хочется Сюда Хочу Ладья И7 А как Кстати Играть У него Что-то Геморрой С пешками Может Он Тут Сам Уже Где-то Намудрил Сейчас У меня Ладья Очень Сильно Активизируется Так Куда Ладью Отправить На Ф7 Потом Ладья С3 Наверное Сыграем Ладья Привязана Да Хочу Ладья С3 Соперник Кстати Сам Сейчас Пойдет Сыгнот Скоро Он Нашел Хитрый Ход На Д4 Вариантах Поэтому Не буду Ж5 Позволил Может Быть Зря Тогда Ладья Ф7 Судан С угрозой Взять Кстати Забрал Если Так Ничем Мне кажется Уже есть А где победа Пока Что Съел Здесь Так Съел Здесь Ничью Хочет Не надо Ничью Это мы будем Еще катать Долго Не стал Считать Варианты Может Где-то Был Выигрыш Но Хочется Перейти В такую Позицию Где Можно Еще Долго Соперником Мутур Мутурич Называется Короля Вперед Пешкой Вперед Пешки Ну Как выигрывать Так Набить Время Что Ли Так В таких Случа Нужно Было Раньше Это Сделать Конечно Тогда бы я Все успел Посчитать Так Перевел Ладью Может Это Хорошо Для меня Кстати Очень Хорошо Потому Что Теперь Я могу Королем Двигаться Соперник Это Не Заметил И Короткая Сторона Вот Она Правила Очень Сегодня Много Поучительных Аншпилей Короткая Сторона Здесь Очень Много Решает Было бы Три Клетки Между Ладьей Королем А здесь Две Видите Я успеваю Сократить Расстояние И постепенно Двигать Мою Пешку Дальше И дальше Выиграю С помощью Приема Мустик Вот Сейчас Я буду Устроить Этот Мустик Зашел Куда Надо Ладьей И Теперь Играю Ладьей Е4 Так Здесь Отгоняется Король На один Ряд И Вот Таким Вот Мостиком Я Сейчас Должен Победить Так Еще Отгоняю Короля Ну И Все Это Победа Тяжелая Партия Была Очень Но Удалось Вроде Как Выиграть Да Победа Отлично 2703 За 2700 Аж Перевалил Что Конечно Для меня Большой Успех Идем Дальше 4 Из 5 Такого У меня Еще Не Бало Признаюсь 2703 5 5 Продолжение следует... 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 Позиция, думаю, перспективная. Нужно искать, что здесь в ней есть. В этой позиции. Так, конь f4, ферзь g5. Нигде ферзя не отловлю, тактики никакой не изобрету. h4. Есть ли смысл в этом ходе? Наверное, нет, забрал. Блокировать или слон d4 сначала. Мне кажется, нужно чернопольника выбивать в первую очередь. Пойду слон d4. Да, здесь заберу ферзя. Хочу выбить чернопольников и уже установить коня на f4. Мне кажется, стратегически буду очень неплохо стоять. Забрал. Так, становлюсь на f4, конечно. Хотя ферзь g3, но динамика-то у него здесь будет. Атака на короля, все дела. Так, ферзь на d6 все-таки уходит. На e3 становлюсь. Вот что делать дальше? Конечно, хорошо бы коня отсюда сбить. Но, наверное, сам сейчас уйдет. Ну, ладей f2, наверное, картина испортит здесь. Если он уйдет конем, там ходь e6, пока переключаемся. Так, что-то он мне здесь готовит. На ладей g3, ферзь d4. Конь e2, отступление, идти. Но нападая на пешку f5. С другой стороны. Может быть, ферзь d4 еще удастся потом ее даже выиграть. Попробуем. Мало времени совсем. Но соперник тоже будет сейчас тратить время, конечно же. Так, забрал. f4, интересно. На g2 пешка погибает, к сожалению, очень важная. Очень важная пешка у меня здесь гибнет. Адей е2. Как потом это все блокировать? Так, f3. Естественно, вынужден брать. Угу, это неприятно. Наверное, где-то сейчас я здесь огребу. Или пока что нет. Или пока что держусь. Мат бы не получить по линии аж. Вот какая задача. Забрал он. Так, коня куда-то уводит. Королем пошел я. Владю сюда. Намат на всякий случай. И поменяться хочу очень сильно. Так, меняется соперник. Мне кажется, неплохая позиция. Еще хочу поменяться. Забрал. Вперед. Так, куда поставить мне здесь слона лучше? Но пока на е4. Ай-яй-яй, вот это неприятно. Тычок получил пешкой. Да. Разбазариваю пешки здесь. Правда, ему брать, наверное, нельзя. Ему нужно считать. Он может просто не взять и возить эту позицию. У меня 2 секунды. Успеваю сделать ход какой-то. Да, вот этот ход проигрывающий. Это ход проигрывающий. Я все-таки зевнул. Должно это было произойти. Я зеваю. Но сейчас увидите, как соперник будет это все четко реализовывать. Просто для примера показать все-таки гроссмейстер. И проблем у него здесь, конечно, не возникнет. Да, вот таким образом заканчивается партия. Жалко. Очень мне она нравилась. Хорошая была позиция. Но все-таки без поражения никуда. 4 из 6. Были шансы и на победу, я думаю. Эмшпиль, мне кажется, был неплохой. Может быть, не стоило мне менять ладьи. И поиграть, попробовать парисолоней и ладьи. Так, партий еще полно. 4 тура осталось. Главное теперь не поплыть. Очень часто мне бывало, что под конец я 2-0 охватал, например. Или даже 3. Идеально, они таки неплохо. Ну, здесь, видимо, черные выигрывают. Все-таки с лишним ладьи. Там гибнут пешки. За них, в случае чего, за пешкой G, F, может быть, отдать коня. Ну, да, все четко делают. Здесь черные, конь d6, видимо. Или даже так. Так, Григорий Апарин. Ее мы сегодня еще не смотрели. Он защищает позицию против угара Рассулова. Я думаю, что здесь белые должны побеждать. Словно, на b6 гертов встанет. Я кажется, на b6 он гораздо точнее. Но все равно. Правда, здесь в чем хитрость? Поле А8 белого цвета. Если черным удастся сейчас отдать коня за пешку G, то это будет ничья. Ну вот. О чем я и говорю. И тут вообще, по-моему, уже черный запоминал. Зевнул просто. В угар Рассулова слона. И вынужден эту позицию теперь обронить. Получится ли тут черным как-то отжать короля? Скорее всего, нет. Думаю, что это ничья. Хотя нет, вот в коне в 4 находится. Ну и тут тоже такой эншпиль поучительный возникает. Отталкивание плечом тема. Ну вот так вот классно выигрывают черные. Мастерство эншпиля. Показал Григорий Апарин. Без пешки такую позицию суметь спасти. Это дорогого стоит. Так, Василий Корчмарь. Тоже мой земляк. Играет с Александром Трепишко. Ну и тут все похоже на ничью. Но здесь практически шансы выиграть достаточно большие. Все-таки конь фигуры малоподвижная. Может быть выигран где-то. Слоном был бы проще. А так нет. Эту позицию действительно можно играть на победу. Ничего такого неприличного в этом нет. Ну правда выбежали из угла. Белые держатся четко. Наверное все здесь ничьей закончится. Посмотрим на какие-нибудь другие партии. Допустим На бодовим кто у нас тут. А, ну осталось собственно две партии. Вот еще играет Кенат Гараев с Power from SPB. Вот кстати более интересная позиция наверное. Смогут ли Смогут ли Белые как-то Отделить ладью И коня от короля. Думаю что нет. Все-таки Очень хорошо эти фигуры взаимодействуют. Они все будут в кучке. И тут как бы Сами белые Не напоролись на какую-нибудь вилку. Не раз такое встречалось. Должна быть тоже ничья. Интересно Та партия уже закончилась. Нет Еще продолжается. То есть Ничего не изменилось Абсолютно. И наверное То же правило 50 ходов Сработает. Да Ничья Повторение 50 ходов Точнее правило Мы здесь тоже самое. Значит Мы идем дальше. Ждем следующего соперника 4 из 6 И у нас Гроссмейстер Херес Хосе Ибарра Достаточно сильный Испанский Гроссмейстер Играем Защиту Каракан Также Вот у нас уже 4 игроссмейстера Сегодня было Это конечно рекорд Для этого типа турниров Это здорово Слон Д3 Меняемся здесь На Е6 Ну и допустим Ферз Б6 Так Теперь Нужно конечно Вести коня Желательно На поле Ф5 Сначала Например Кун Д7 Потом уже Туда отправим Кун Д7 На взятие Беру ладья Готов В принципе Лишится Рокировки Коробку В сторону И так Не собирался Туда Делать Соперник Делает На прежнем На прежнем месте Соперник готовит Где-то ЦД Насколько это страшно будет Может быть Взять конем Там вообще На ЦД Есть наверное Такой вариант У меня Можем попробовать Ферзем на А6 Ходить Для этого Ход не нужен Абсолютно Ладно Сыграем Более активно Конь Ф5 Может быть Не оправдан Конь Ф1 Соперник играет Очень надежно Вот здесь Наверное Уже заберу Пока Сразу Соперник Не залезет На Д6 Я постараюсь Это дело Как-то Раскрутить Чтобы не так тесно Было И может быть На Д4 Надавлю Так Ладья С4 Есть агрессивная 3 0 Давайте попробуем Конь Ж5 Нет Из-за Конь Е5 Конь Пока что Стоит В хлеву На Конь Е3 Наверное Могу даже Взять Ферзь Б5 Вот такой Четкий Ход Чтобы Связать Фигуры И потом Конь Б6 Думаю Будет Неплохо Так Ферзь С2 Все равно Ферзь Б5 Нужно Или Как-то Точнее Ферзь А5 То что Ферзь Б5 Под А4 Может быть Даже Ферзь А6 Вот так Сыграю Конь Б6 По времени Приблизительно Порвано Так Конь Е3 Полез Ну сначала Конь Б6 Может быть На Д4 Удастся Даже Съесть Молодец С3 Кстати Съедаю Молодец Б4 Может быть Конь Д5 Очень Заманчиво Конь Д5 Ладья А4 Тогда уже Конь Е3 В общем Подумаю Еще Каким Конем Наверное Все-таки Конем Сэф Такой Д5 Мне больше Нравится На два Фланга Руководит Ладья А4 Конь Е3 ФЕ Если Конь Е3 Там может Подвиснуть и Конь и Ферзь Но у него Ладья Подвисла Там тоже Интересно Наверное Это сейчас И считает Соперный Там Если Ферзь Б3 Будет Ферзь Е2 Засколько Конь Е3 Ферзь Два Угроза Мат Ж2 Вот он Наверное Это посчитал И ему Не понравилось То Что У Ладь Может быть Конь Е7 Конь С4 Будет Интересно Что же Тут Сделать Лучше Неприятно Будет Если Полезет Конь С4 Так Поэтому Забрал Ладь Д7 Наверное Полезный Ход С9 Ладь Д8 Еще На Ф7 Защитил На всякий Случай Короля Тоже Нужно Будет Убрать Конь Полез Полез На С5 Хорошо Полез Хорошо Но Не для Меня Играть Сюда Надо Будет Ладь С7 Подготовиться К этому Всему Делу Неприятная Ситуация Тут Возникла Особо Некуда Девать Ферзя И Ладью Только Такие Ходы У меня Здесь Находятся На Ладь А3 Ферз Б6 Ну Как-то Все Тут На Тоненько Очень Кажется Было Лучше Считаю Что Было Вообще Хорошо На Сам Деле Мне Моя Позиция Нравилась Так Соперник Хочет Отловить Мне Здесь Где-то После Ладья Б3 Ферзь Б5 Не годится А6 Ферзя Загонит В стоило Приходится На это Да Соглашаться Делать Больше Нечего Такой Вот У меня Замечательный Ферзь На А7 Так Соперник Уже Готовит Жертвы Конь Б7 Ладья Б7 Ферзь С6 Ладья С7 Защитилась Пока Не знаю Могу ли я Обнагреть И взять Пешку На А4 Посмотрим Ферзь А5 Снова Что-то Грозит Конь Вернулся Так Все Начались Пробоины Беру Берет Сюда Не знаю Честно говоря Что там Происходит На доске Наверное Проигрываю Ну Ладья С7 Ладья А6 Будет Вот там Я точно Проиграю Поэтому Королем Сейчас Будет Бежать На Д7 Проигрываю Проигрываю Да Все равно Да Делать Нечего Там был Ход Ладья Да, соперник прекрасно тут чувствует динамику, просто разобщает мои фигуры. 4-7, 2-0 подряд и вернулся, в принципе, к своим обычным результатам. Плюс один. Жарик. Еще три тура. Надеюсь, пару очков я возьму. Но сегодня и соперники, конечно, достойные. Так, Павел Ильянов, Евгений Томашевский. Жалко, что не успели посмотреть эту партию. И тут просрочил Женю время, к сожалению. Позиция-то хорошая. Просто конья в 4 здесь. Жалко. Не хватило скорости. Так, вот тоже центральная партия. Даня Юффа выиграл. Наверное, лидирует сейчас. С результатом 6 из 6. Круто. 7 из 7, наверное, уже даже. Наши 7 туров было сыграно. Почему-то результаты не обновлялись. Так, играет Джон с Гавейн белыми. Вот, кстати, тоже поучительное окончание. Тоже идея мостика. И тоже короткая сторона. Ничего здесь черные сделать не смогут. И потом ладья пойдет на заветный четвертый ряд у белых. Смотрите. И наслаждайтесь, как говорится. Ладья, видно, на F4 идет. Таким образом хочется. Но есть и такой способ выигрыша. Тоже, думаю. Решил по-другому эту позицию. Английский грасмейстер выиграть. Так, кто у нас тут еще остался? Давайте посмотрим партию Максим Лавров против Тиграна Петросяна. Белый здесь с небольшим перевесом. Две пешки. Ну, ладейник, как известно, имеет большие ничейные тенденции. Так что совершенно не все понятно еще здесь. Пешка на Б7 далеко зашла. Но как ее поддержать, чтобы выиграть? В принципе, да. Король не может встать на Б8 на блокадное поле. Поэтому сейчас потихонечку белый будет подбираться. Так, ну здесь то выиграно легко должно быть. Зачем разменялся Тигран? Непонятно. Тут-то совсем никаких шансов. Все очень просто. Тоже для новичков очень поучительная позиция, как четко провести пешку в ферзи. Когда он на пятом ряду, уже неважно, теряем мы позицию или нет, мы все равно пешку проведем. Так, осталось три партии. Посмотрим, как играет Куличик. Это Михаил Демидов. И он выигрывает. Опять же, теоретическое окончание. Поле превращения этой пешки черное. Словно с чернопольным. Соответственно, белый здесь выигрывает. Если было бы наоборот, пешка стояла бы вот здесь, при черном короле в этом же углу, где обус. Эта позиция была бы ничейная. Но вот и вся разница. Так. Наверное, уже все. Партии закончены. Нет, одна еще есть. И Тури Зага. Гроссмейстер из Венесуэлла играет с перуанским Гроссмейстером. Очень близко все к ничьей, но черные еще попытаются здесь что-то сотворить. Может быть, выиграть пешку уже каким-то образом. Конь встает на защиту и пешку всеми силами. Слон на важной диагонали. Х1, А8. Ну, кстати, вот здесь интересный был ход слонца 5. Мне кажется, у черных, чтобы конь не вырвался из этого капкана. Теперь-то он вылазит на Е7. Может быть, там черные как-то и смогли бы осложнить задачу белым. А вот здесь H5. Интересные ресурсы продолжения борьбы на черном. И уже пешка усилилась. Стоит не H6, а H4. Уже это проходная. Пишут вперед Венесуэла. Болеют за эту Ризагу здесь. И все у нас сводится к вот такому Эншпилю. Поменяли слонов. G5. У нас, честно говоря, не знал, как оценить этот Эншпиль. Похоже, все-таки, что ничейный. Или нет? G6. Вот это здорово. Кто вообще здесь выигрывает? Да, выигрывают здесь черные. Отличное завершение. Все четко сделали. В цепноте. Вот что значит играют Гроссмейстеры. Так. Пора побеждать. Пора остановиться в 5 из 8. И, надеюсь, нам в этом поможет соперник из... Так. Ну, неизвестно откуда. Национальный мастер, в общем. 2 500. Ну, играем каталонскую славяночку. Е6 играет. Слон G2. Конь Е5 сразу. Забрасываем. B5. Так. Конь B6. Конь C6, точнее. Вариантов там много. Там жертва качества идет. Ну, что, попробуем выиграть качество и отбиться. Не знаю, насколько это нам удастся. Ну, ферст B6 решил не отдавать качество. Имеет, собственно, право на это. Взял. Я думаю, что тут черных, на самом деле, проблем будет не должно. Я где-то напутал. По-моему. Ну, вот над чем здесь думает соперник, я не понимаю. Может быть, над слоной F4 ходим? Ну, кстати, он задумался и намекнул так, что за 3-0. И намекнул мне на то, что у меня здесь что-то есть. Возможно... Ого! Слон B7 сразу. Вот над чем он думал. Это круто. Это хороший ход, я думаю. Так, не могу ли я тут как-то наказать его за такие вещи. Да нет, просто нужно брать, на самом деле. Делать рокировку. И на ладе B8 играть, наверное, А4. Вот от меня ослаблен король, у меня недоразвитость, но с дебюта просто ничего не получил. Будет тяжело. На А6 есть А, Б, А, Б и еще Б3. Вот такой стандартный подрыв, двойной. Может быть, это мне поможет, пока он не рокернулся. Б4. Допустим, Конь Д2 или Ферзь С2 лучше. Конь Д2, Ферзь Д5, Ферзь С2. Ну, допустим, Конь Д2. Кстати, на Ферзь Д5 опять есть еще такой тычок. Или Е3 попробовать, тут С3. Но остановлюсь на этом ходе. Стесненные позиции, не нравится мне это, конечно же. Б3, С3. Конь С4, С. Может быть, удастся все-таки мне из этого окружения выйти. Давайте Б3, ладно. Готов даже на Д4 пожертвовать. Но готов ли я пожертвовать в ладью после Ферзь Д4, вот это вопрос. Там есть Конь Д6, очень интересный вариант возникает. Мне кажется, готов. Ферзь Д4, Конь С4, Ферзь 1, Конь Д6. Слон Д6, Ферзь С8 и вторую ладью забрал. Так, здесь однозначно сюда. Готов пожертвовать на Д4 уже смело. Там ладья Д1, слон Д3 все заходит. Но у него всегда будет ответная жертва на С4, даже если он сейчас не возьмет. С этим мне всегда нужно будет считаться. Наверное, слон Е7 сейчас сходит. У меня есть ход слон Е3. Ага, взял. Все-таки не выдал. Так, это мне кажется, хорошо. Правда, у него Ферзь Е4, да, опять находится. Какие-то разменные ресурсы. Ладно, слон Е3. Ферзь Д7. Угу. Пока он не рокировал, нужно атаковать. Как? Где Д1? На Ферзь Б7, наверное, А5. С идеей А6. Если сам А6, то тут уже Конь на Б6 полезет. Кажется, какая-то динамика все-таки есть здесь у меня. На Конь Д5 тоже А6 играю. Поддавливаю по времени. На Конь Е3, естественно, на АБ. Ему так играть нельзя. У меня даже ладья до 5 есть, закидушка какая-то. Может быть. Не проходит. Взял, взял. Слоны в 4. Скорее всего, нет. Слишком оптимистично. Можно пойти слон Д4, привязать еще слона, чтобы он не вышел. Мне кажется, такой опыт будет хороший. Так. Надеюсь, ничего не будет, если я это нажму. Так. Что у нас здесь происходит? Ф6 он сыграл. Слон А7, Ферзь А7, ладья Д5, ничего нет. Если Е4 прогнать еще его, просто послать его отсюда или Ферзь Е4 сыграть. Ферзь Е4 выглядит вообще сильно. Да и Е4 тоже сильно выглядит. Давайте считать. Е4 коню только на Е7. Что там? Например, есть ход слон Б6 вообще такой жесткий. Слон Б6, АБ, конь Д6, взял на С8. Конем, правда, он уже взял. Ладно, Е4 все равно. Ну, теперь считать. Еще есть ход слон Ф6. Слон А7 сразу. Да, там же король под связкой. Точно. Слон Б6. Мне кажется, мощно выглядит вообще. Он не может королем на Ф7 уйти. Он везде встает под связки. Почему я играю слон Б6? Чтобы на АБ пешка А шла. Там уже будут большие проблемы. Мне кажется, ему здесь не избежать проблем. Мне кажется, должна быть позиция проигранного моего оппонента. Нашлась хорошая тактика. Так, ферзь С6 забрать. Наиболее неприятный ход для него, наверное. Или конь Д6. Ладно, пошел вперед. Теперь куда забрать лучше. Так, сдался он. Ну, отлично. Он упростил мне задачу. Так, 5 из 8. Хорошо. Ну, показательная жертва пешки была здесь. Д4. Все-таки, мне кажется, вот здесь вот ферзь Д7 ошибка. Я бы на его месте пошел, наверное, на Е4. Здесь, конечно, на А7 пешка падает. Но его С3, мне кажется, пешка ничуть не хуже. А он, когда ферзь Д7, дал мне очень сильную инициативу. Так, идем дальше. Два тура у нас осталось. Сорана Юфа. Что у нас тут происходит? Не знаю, как оценить эту позицию. Я думаю, где-то, наверное, ничья. Вряд ли здесь белые выберут. Хотя вот здесь вот с ноги 8 готовят. И вряд ли чертные. Им тоже пешками дергаться невыгодно. Но это прогноз, что будет ничья здесь. Слон где-нибудь будет пожертвован за 2-3 пешки. И все сведется к теоретической ничьи. Думаю, что где-то в слону Ф3, слону Д5 вообще не нужно. Да. Интересно все-таки, что придумают здесь игроки. Вот привязался к пешке Ф7, корневой. Теперь ладья не может вернуться. Пешками Е и Д играть как-то тоже... Ну, вот это рискованный шаг. Можно же их потерять там. Или вообще мат получить. Нет, наверное, все-таки пешки не теряются. Но есть вот слоновость. Он очень четкий. И Д5, видно, пешка падает. И очень большие шансы на победу, мне кажется, появляются у белых. Е5, наверное, была ошибкой. Нужно было где-то держать ничью. Ладья Аштина, держи 7. А теперь должна и пешка Ж4 тоже быть съеденной. Король Аш4, наверное, отгонять. И слон Ф5. Да, есть даже такой с идеей ладьи Е6. Очень классно играют шахматисты. Все видят. Естественно, это белых здесь никакой ничьи уже нет. Нужно играть на победу. Ну и сейчас потихоньку будет вытягивать по мелочи эту позицию, по крупицам собирать. Передает очень важную очередь хода. В таких случаях в цепноте это всегда для соперника тяжело найти правильный ответ. Вот, например, мне кажется, ладья Аш5 это ошибка. Сейчас слон Е6 последует. Нет, почему-то не играет. Я думал, после слона Е6 просто на Ж4 пешка гибнет. Ого, Е4. Такое переходит. Мне кажется, просто Е3 в один момент делают быструю ничью черную. Да, все-таки это ничья. Ну как ничья? Я бы так не сказал на самом деле, потому что со слоном и ладьей против ладьи, вот в цепноте, есть большие шансы на победу на самом деле. Как известно, это позиция ничейная, если слабейшая сторона знает позицию Кохрана. То есть позиция Кохрана, это когда ладья либо по горизонтали, либо по вертикали связывает слона, держит это все под контролем, связывает короля и слона и не дает прижать собственного короля к последнему ряду. Вот такая тонкая позиция, посмотрим, знает ли черный здесь ее. Похоже, что нет, как-то их зажали очень быстро. А может быть и да. Защита по последнему ряду такая идет. Сейчас, если эта позиция возникнет на доске, я про нее обязательно скажу. Что это за позиция Кохрана такая? Если кто-то хочет узнать о ней подробнее, почитайте в любом учебнике по Эншпилю, она должна быть там разобрана. У меня и в классических партиях встречалась эта позиция, так что ее знать важно. Ну, пока что черные держатся. Защита по седьмому ряду. И белые пока что не понимают, как здесь добиться улучшения. Ну, кстати, если сейчас Даня Юфа выигрывает эту партию, у нее будет просто 8 из 8. И огромнейший шанс на первое место. Поэтому, конечно, он очень хочет все-таки обмануть их соперника. Но это сделать крайне непросто. По седьмому ряду четко стоят черные. Король на Ж7 неуязвимый. Король на Е8. Но это опять же с той же идеей на король на Ф6 пойти ладей Ф7. Не разобрать ладью из запады. А тут постоянная идет привязка. Так, вот король уже на Е8 пошел. На король на Ф6 ладей Ф7. Это верно. Так, а если вот здесь слон на Е6? Точнее, слон на Е5 переходит. Это что-то похоже уже на неточность было. Мне кажется, слон на Е6 было точнее, не пускай ладью на Е7. Здесь-то повторение какое-то идет. Посмотрим, за 50 ходов успеют ли белые еще как-то усилить позицию. Так, здесь уже опасность. На Ф8 отходить плохо. Там ладья Ж8 будет. Но все-таки отходит. Король Д6 даже так. Вот видите, проигрыш. Все-таки проиграли здесь черный. Да, не удержали. Пытались защищаться по седьмому ряду. Нужно было переходить в указанную мной позицию. Если еще... Да, не успели мы проанализировать прошлую партию. Хотел я показать, что это за позиции. Все-таки у нас уже новые. Играю с мастером Фейда из России. Но этого Логина, кстати, я не знаю, кто это. Играю славяночку. Ферзь С2 принят. Так, ну что, сыграем А6. В стиле Чабаненко. Ж3. Давайте все равно Б5. Цепец. Даже так. Если Ж6 здесь, садей слон Ф5. Потом где-то на Е4 его вставить. Выходит слон. Может быть, даже могу его поменять вообще на коня Б1. Давайте попробуем такое традиционное решение сделать. Ладья Б1 будет, кстати, стоять не очень сильно там. Я просто разменял фигуру. И в такой закрытой позиции не факт, что бы два слона будут очень сильными. Ладью придется на 1 возвращаться. Поэтому я и бил, что удалось выбрать тэп здесь у соперника. Проводить ли Е5 уже вопрос, потому что преимущество двух слонов в белых. И вскрывать позицию не особо хочется. Можно пробовать коня на Е4 загнать. И все-таки Е5 попробовать провести. Очень уж хочется стандартный план осуществить. Ладью Е8 здесь. Все с той же идеей Е5. На АБ, естественно, на АБ. Вроде там ничего страшного нет. Ферст на С2 отходит. Так, а если здесь Е5, ДЕ. Конь Е5. Конь Е5, слон Е5. Ну, слон Е5 нормально. А если слон Е4, там варианте. Вроде тоже нужно быть неплохо. На первый взгляд. Посмотрим. Ошибся я здесь или нет. Ударил. Слон Е4. Вот это я, кстати, не видел в этой редакции. Это уже сложнее. Есть, правда, вариант отойти конем, и на Д4 пешка упадет. Может быть так? Если взять, взяли, ну, как-то похуже. Конь Е4 тогда. На Д4 хочу съесть. По времени поровну. По позиции непонятно, что здесь происходит. Понятно, что я отыграл пешку, но как это оценить, чью пользу, не ясно. Забрал. Если линию он мне даст, я не против. Здесь можно вернуться конем, кстати, и на Е5. Слону-то деваться некуда. На А3, что там будет делать конь, не ясно. На Е5 тогда. Хорошая позиция, мне нравится. Я думаю, все шансы ее еще усилить. Буду стараться где-то пристать к пешкам С5, Б3, по линии А, что-то осуществить. Но делать это нужно аккуратно. Ферзя на А3 ставлю. Ошибкой быть не может. Есть план Б4, С3. Соперник играет в обострение. Правильно, я думаю. В Б4 все-таки поставлю. На А5, король Ж7, уплотняюсь. Король Ж2. Да, это логично тоже. Ставить ли слона на С3? Думаю, что да. Потом А7 садей в игруши пешки С5. А дальше будем смотреть. Е4 есть ход у соперника. Так и играет. Это правильно, я думаю. Так, может быть попробовать воспользоваться тем, что у него снова король может быть слаб. Это сыграть А7 и ФС5. Д4 есть, конечно же. Но не знаю. Пешки будут заблокированы. У него потом Ф пойдет. Не хочется. Ну ладно. Все-таки Ферс опять здесь играем. Взяли-взяли. Здесь тоже забираем. Ну, позиция уравнивается, к сожалению. Может быть у меня за счет слона сильного С3 какой-то и будет перевес. Наверное, незначительный. Так. А если Ф3 залезть? Потом где-то ладью перебросить. Интересный план. Почему нет? Да, брать ему нельзя, потому что там просто ладья на А8 зайдет. Только так. Соответственно, пешку Аш я могу выиграть. Мне кажется, Ф3 надо было ходить. У него есть Ферзь Д1 ответ. Да. Ферзь Д1 ход хороший. Найдет ли его соперник? Да. Могу забрать и играть на два результата. То есть, либо ничья, либо победа с какой-то корявенькой лишней пешкой. Могу сохранить и под сетнот попытаться подкрутить еще позицию. Давайте так и сделаем. У меня больше времени. Попытаюсь осложнить еще здесь борьбу. Ладей Е5 играю. Король Ж2, наверное, ходится. Это правильно. Ладья Е5. Да, Ф4, он может где-то предлагать мне тут размены. Поочередно. И даже сам ладья Е1 сыграть. Слон Д4. Ф4, да? Так, может быть, Ф3? О, Ф6 находится. Интересно. И теперь ладья Е5. Озадачил здесь я соперника. Мне кажется. И даже могу поймать ферзя. Нет? Да, надо было делать ход быстрее. Уже соперник видит, что надо ферзь Д8 не находить. Даже ферзь Е7 есть. Так, а если сюда полезть? Быстренько. Ферзь Б2. А теперь с идеей еще на Б3 оттяпать. Таким вот наглым образом. Ну, теперь уже могу ферзь Д5. Ферзьем закрылся. Забрать или дальше мурыжить? Давайте помурыжим немножко. Ферзь Д6 схожу. Надо все-таки эту позицию играть при ферзях. У него совсем мало времени. Слон С3. Он может где-то допустить ошибку. Давайте хитрый код ферзь Д7 с идеей на H3 заскочить. Не знаю, зачем это нужно, правда. Так, вот он тут уже защищается. Как-то у него самого, правда, мало времени. В ладья опять перескочу. Еще динамику. Отсюда шах. Отсюда шах еще раз. Шах дам отсюда. Так, он все-таки... Ладно, пора брать. Ну и сейчас буду эту позицию тоже еще играть долго, наверное. Ладья А8. Да, близко ничья, конечно. Жалко, партия хорошая. Хорошая. Ну, соперника пока что я мучаю тут. Где Д6 вряд ли ошибется. А вот я ошибся. Вообще в какой-то мат залез, блин. Что же тут делать-то? В мат залез совсем? Да, ну и намудрил. С другой стороны на G4 съем, наверное. Нет, не съел пока. Тут уже непонятно, кто на победу играет. Так, с король G4 ошибка, по-моему, зевнула. Ферзь оставлю. Нет, ну это замечательно. Это мне очень сильно повезло, наконец-то. Да, мой зевок сыграл мне на руку. Оттесняю короля таким образом. Сейчас буду пристраиваться к пешке G4. Слон одевать тоже некуда. Пошел королем. Да, победил. 6 из 8, или сколько там? Да, 6 из 8. Из 9 точнее. Ну что же, если сейчас выиграю, я поставлю рекорд. Уже доволен сегодняшней игрой. 6 очков в любом случае неплохо. Ну, надо еще сейчас постараться не проиграть. Так, Даня. 9 из 9. Это, похоже, первое место уже. Две партии еще осталось. Давайте посмотрим лучше, кто там на каком идет. Евгений Томашевский на четвертом. Сарана на третьем. Ильянов на втором. Гриша Апалин на пятом. Алексеенко на шестом. Из Вьетнама. Мастер Фиде на седьмом. Дуда в восьмое место. Джонс Гавейн девятое. Рауф Мамедов десятая. Дреддж, не помню кто, на одиннадцатом. Луговской двенадцатое место. Перуанский Гроссмейстер идет следом. Александр Москаленко, с которым я играл. Идет 6,5 из 9. Ну и вот 6 из 9 тут где-то и я. Неподалеку. Владимир Поткин, Гроссмейстер. Тоже принимает участие в турнире. Владимир Добров. И вот на 42 месте располагаюсь я сейчас. Посмотрим, какой же Эпе будет в последнем туре. На партии играется. Ну тут белый должны побегать. Хотя как-то междачный шаг. Наверное. Пути нет. Сложно. Ой-ой-ой, какая ошибка грубейшая. Белые умудрились проиграть. Фантастико. Сами черные не думали, что могли эту позицию как-то еще в свою пользу повернуть. Бывает такое. Не позавидуешь, конечно. 6 из 8 шел. И получил вот такое вот. Когда мог побороться даже за призы человек. Так, ну что, последний тур. Два с лишним часа уже играем. И у нас Ренато Терри Лухан. Насколько я знаю, это уже гроссмейстер. Это не международный мастер. Очень сильный перуанский шахматист. Предлагает ничью. Ну а какой смысл? Давайте играть. 6,5 уже было у меня. Упорно предлагает ничью соперник. Не знаю, зачем это нужно, честно говоря. Может быть, куда-то торопится. Надеюсь, не просто так я отказался от ничьи. И доставлю какое-то удовольствие от этой партии зрителям. Будет что-то тут интересное и получительное. Так, слон Б5. Ну, ферзь С7 должен. Видно, ему кто-то мешает играть. Не просто так он предлагает ничью. Слон АД6. Коня на ЕС. Таким образом выставляю. Слон АД7 еще поставлю. Я думаю, что пора. Ну, такой вот разменный караканчик у нас получился. 2-0 теперь. 2-0 теперь. Б5, наверное. Может быть, и равно, кстати. Есть всякие Б4 даже неожиданности. А4 с А2. Ну, не стал тут соперник пока что тем вещами заниматься. Ну, попробовать коня перевести на С4 на опорный пункт. На Ферзь С2 главный пешку не зернуть на С7. Так, наверное, мы планируем где-то Ферзя уже на С4 выставить. Потом Коня А5. Не приятная идея. Как Никотом подготовиться-то лучше. Интересно. Угроза создается, опять-таки. Ну, ладно, Коня С4 пока. Сразу парень. Конь же А6 перекрыть, может быть? Слон А6 получил, интересно. Вообще, зачем мне это нужно? Число Н6. Ходы. А как играть с другой стороны? Подозрительная позиция, честно говоря. Можно, конечно, Король А8, Ладежа А8 вот так вот встать. Но долго ли я так выстаю? Это вопрос. Ну, ладно, все равно Конь Ж6 там на С6 я какой-то увидел ход. Типа, Конь Б2. Может прокатить? Не знаю. Честно говоря, не считал вариант. А надо было. Так, пешку я выиграл, но сейчас ее обратно потеряю. Причем, короля своего раскрою. Точнее, соперник у него раскроет. Разденет, я бы даже сказал. Надеюсь, ход Конь Ф4 какой-то. Или нет? Нет такого хода. Так, времени мало. А как играть? Слон Е7, что ли, единственное? Предположим. Да, позиция не очень. Мягко говоря. Загущает стуча возле моего короля. Конь Ф6. Это все правильно. Выбить как бы это слона тут непонятно. Хоть Ф6, Сиде Ф4. Получится все-таки это сделать. Ж3 у него есть хороший. Вот Ж3 уже ладью у него там. Мат вроде тоже сразу не получает. Тоже какая-то контр-игра может возьмем. Ф4 должен. Ладей Ф3, Ф4 пойду однозначно. Ферзей тут поменять за счастье, я думаю. Ага, полез. Да. Что-то похожее на Зевок на самом деле. К сожалению. Не увидел ФРЗ-2 хода. Как защищаться теперь? Королем бежать? Далеко я там вряд ли сбегу. Мне придется бежать. Другого тоже тут нету. Да, Зевну. Еще сильно не находит ход. Соперник Ферзи. Ладья Е1. Гоняется за моим соперником. Вот за моим Ферзем. Скорее всего он мне здесь попадется. Единственный ход сюда. Сейчас Аш-3. Ферзь А6. Потом Аш-3 без Ферзя. Вот так вот я закончу этот турнир. Печально. Нет, он забрал. Сюда тогда. Пожалел мне здесь соперник еще. Чуть-чуть еще пободаюсь. Ферзь А6. На Ф7 пешка повисла. Все висит. Ф5 куча деф в позиции. Безнадежно абсолютно. Без пешки. Все ненадежно. Все на соплях. Да, и вот меня здесь приковали окончательно. Ну да, сдался. Падает время. И мой результат повторял. Был у меня уже такое. 6 из 10. И 6 половиной было. Но зачем ничью? Отказался, проиграл. Ничего страшного. Никаких призов я все равно здесь не получал. Но вот такая вот борьба у нас получилась в турнире. Сыграл, в принципе, неплохо, я думаю. Было много мастеров и гроссмейстеров. 4 гроссмейстера было. Несколько международных мастеров. Национальные мастера. Ниже соперников не было по уровню. И это здорово. Надеюсь, что кто-то извлек что-то полезное из моих партий. Какие-то стратегические моменты. Где-то тактические удары. Может быть, какие-то поучительные моменты по эншпилю. Кто-то внес себе в копилку. Ну, я старался делать все, что мог. В свою очередь. Где-то не хватает мастерства. В реализации перевеса, например. Где-то не хватает дебютных знаний. Где-то не хватает скорости. Где-то, наоборот, хватает чего-то. Изворотливости, например. В одной партии я выкрутился из тяжелого положения. Удалось даже выиграть. Так что, как-то вот так. Какое будет место? Ну, где-то 50-е, 60-е. Народу играл очень много. Сейчас, в принципе, посмотрим, что у нас здесь происходит. 10 из 10 у Дани. Шикарный результат. Вынес просто турнир. Ну, а я где-то нахожусь. Сейчас скажу, на каком месте. На 54-е. Ну, где-то 60-е и закончу. Вот такие вот успехи в этом турнире. Что касается лидеров, то Евгений Томашевский второе место. Это с 2-2. И Григорий Апарин, похоже, занимает третье место. Далее Джанс Гэвейн, Ильянов. И вот это вот у нас такая пятерка призовая. 5 призов в этом турнире. Некоторые из них делятся. Ну, и на этом, наверное, буду заканчивать запись. Оставляйте комментарии под видео. Если были какие-то моменты, которые я, может быть, просмотрел во время партии, обязательно отвечу на них и обсудим. Или пишите какие-то пожелания по поводу будущих видео. Спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до конца. И до встречи в следующих выпусках.